У нас отбирают земли. С таким обращением в палату предпринимателей пришли североказахстанские аграрии. Среди них ТОО «Возвышенка СК» из района имени Габита Мусребова. Сейчас в хозяйстве полторы тысячи голов КРС мясного направления. А еще строят молочную ферму на 1800 буренок. И каждую нужно кормить качественным кормом. От этого зависит молоко, которое будут пить североказахстанцы. Данный скот является на безвыгульном содержании. И поэтому требует мощной кормовой базы, так как его нужно кормить круглый год. В 2014 году, после того, как мы начали заниматься животноводством, нам были предоставлены земли из населенного пункта села Возвышенка для сенокошения. Эти земли мы используем для увеличения качества кормовой базы. Ежегодно предоставляем населению своего округа корма по льготным ценам. Теперь часть предоставленных земель, а именно 650 гектаров, изымают. В то боятся, если кормовые площади заберут, восполнять нехватку земель придется за счет полей с пшеницей и масличкой. Повестку в суд получило и крестьянское хозяйство «Атабай» из района Макжана-Жумабаева. Около 500 голов коней, коров и овец могут остаться без корма. Хозяйству сообщили, что земли изымут для нужд жителей села Екатериновка. У нас в деревне 5 дворов и у населения там всего 25 голов и нам с 500-600 голов нам некуда будет пасти, если сейчас последнюю землю заберут. У нас кредиты, мы лизинг брали. По норме получается 5 гектар на КРС. Если у нас 174 головы КРС, куда нам вот сейчас земли? У нас всего участок 485 гектар. На такое поголовье вообще полагается еще больше. Так мы не просим. У нас говорят, что проблема все, что нам дали по решению сельского округа эту землю, предоставили. А должен был проходить конкурс. Но мы же не виноваты в этом, что конкурс нам не провели. По этой же причине готовят иски на 35 предпринимателей области. На 16 из них в суде уже завели дела. Интересно, что нарушения выявили только в этом году, хотя землю аграриям предоставили лет 10 назад. Эксперты ставят под сомнение компетентность тех, кто землю выдал. Вызывает критику и подход управления сельского хозяйства и земельных отношений, по инициативе которого и начались судебные разбирательства. Ведь решить вопрос можно было мирно, говорят аграрии и эксперты палаты предпринимателей. Фермерам следовало помочь в этой ситуации, а не таскать по судам. По итогу решили, что дела, которые еще не дошли до суда, попытаются решить путем компромисса. Остальным помогут защитить права в суде.